Здравствуйте! Рады вас приветствовать. Поздравляю с наступающей годовщиной через два дня 25-летия дипломатического отношения. Пожалуйста, я к вашим услугам. Белорусское телеграфное агентство Эдуард Перуар. Сергей Викторович, мы вас благодарим, что вы согласились ответить на наши вопросы в канун этой даты. Но для большинства граждан Беларуси и России 25-летие установления дипломатических отношений достаточно такая протокольная цифра, потому что отношения между нашими странами, между нашими народами гораздо глубже, дольше, чем четверть века. В то же время для журналистов, для экспертов 25 лет – это такой знаковый период, насыщенный двусторонним взаимодействием, порой не совсем простым, но, безусловно, важный. Хотелось бы услышать вашу объективную оценку, что можно отнести к наиболее ярким успехам, достижениям нашего сотрудничества за четверть века. Вы, безусловно, правы. 25 лет, конечно, это миг, это песчинка в потоке историй, наших отношений, которые действительно уходят корнями вглубь веков. Многие столетия мы жили вместе, мы вместе отстаивали независимость наших земель, наших народов. И, безусловно, духовная, культурная близость, переплетение судеб людей в прямом смысле, семьи российско-белорусские, дети российско-белорусские – все это создает особую атмосферу в наших отношениях, особый фундамент, который очень прочный и, я считаю, очень надежный на далекое будущее. Что касается того периода, который мы прожили как независимые государства после того, как перестал существовать Советский Союз, то я думаю, что белорусы и россияне первыми поняли пагубность развала тех отношений, которые сформировались за предыдущий период и которые отвечали коренным интересам народов наших стран, уже теперь независимых стран. И именно этим было стимулировано движение к интеграции, которое затем, в общем-то, было подхвачено и в более широком географическом плане, другими странами на пространстве Содружества независимых государств. Союзный договор 1998 года, а годом раньше договор о равных правах граждан России и Беларуси, это были реальные кирпичики в здании нашего союзного государства, которые позволяют извлекать из наших продвинутых интеграционных планов и решений, я считаю, большую выгоду. И поэтому союзное государство как таковое, конечно, наше главное завоевание, хотя целый ряд планов, которые были в союзном договоре обозначены, еще предстоит завершить. В любом случае, какую-то инвентаризацию нужно провести, мы это предложили нашим белорусским друзьям. Важно, что это сотрудничество опирается не только на взаимоотношения между Москвой и Минском, практически все российские регионы, ну уж точно 80 с небольшим, а это почти все, участвуют так или иначе в связях с партнерами в Беларуси, регулярно происходят обмены визитами, не только на уровне нашего правительства и правительства Республики Беларусь, но и между регионами взаимный поток не истекает. И это позволяет поддерживать очень плотную ткань повседневного сотрудничества, повседневного союзничества. У нас общие оборонные задачи, у нас есть объединенная группировка войск, которая надежно обеспечивает безопасность наших стран, нашего союзного государства в дополнение к союзничеству в рамках организации договора о коллективной безопасности, где также Россия и Республика Беларусь являются членами и наиболее активно продвигают дальнейшую гармонизацию наших союзнических действий. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть гуманитарно-культурную сферу. Постоянно проводятся фестивали в Беларуси и в России, где коллективы двух стран, общественные движения активно общаются друг с другом и укрепляют вот те самые человеческие контакты, которые столь важны в современном мире. Ну и, говоря, конечно, о наших внешнеполитических делах, самая плотная координация и самые плотные взаимодействия у нас развиваются в контексте программы совместных согласованных действий в области внешней политики. На каждые два года эта программа принимается, реализуется в полном объеме и позволяет нам буквально в повседневном режиме сверять все наши действия. Так что, ну и это далеко не все, что характеризует наши отношения за последние 25 лет, но, наверное, такие основные блоки я постарался выделить. Сергей Ильич, а можно уточнить? Вы сказали, что необходимо провести инвентаризацию. Что вы имели в виду? Ну, надо прочитать просто союзный договор. Там понятно, что уже выполнено, что не выполнено. Но я сейчас не буду вдаваться в эти детали. Я думаю, что все в состоянии это сделать самостоятельно. Первый национальный телеканал Беларуси Дарья Беловсова-Петровская. Главная идея союзного государства – это равные возможности для граждан Беларуси и России. Спустя два десятилетия, как видим, еще остались сферы для усиления, так сказать, совместной работы в этом направлении. Сергей Викторович, скажите, в каких отраслях следует ожидать взаимную унификацию прав в ближайшее время? Ну, у нас договор 1997 года предусматривает унификацию прав во всех областях. Понятно, что этих областей так много, что всего за один присест сделать было трудно. И хотя прошло уже, считайте, 10 лет с небольшим, но сделано много. И в сфере трудовой деятельности, в хозяйственной деятельности, в сфере тех самых методов, которыми реализуется право на труд и право на отдых, в образовательной сфере, в сфере медицинского обслуживания. Если не на 100%, то в очень большой степени сделаны шаги по выравниванию всех прав, включая, как я уже сказал, различные аспекты трудовой деятельности, выхода на пенсию, обучение, получение стипендий. Ну, поскольку жизнь не стоит на месте, у нас, например, был введен единый государственный экзамен, в Беларуси есть похожие требования, которые несколько методологически отличаются. Есть сейчас решение гармонизировать эти два инструмента с тем, чтобы вообще не было никаких неудобств. Но в любом случае, сейчас белорусы, которые по своей методе заканчивают среднюю школу, имеют полное право поступать без каких-либо ограничений в наше высшее учебное заведение, и наоборот. Это очень важно. Из того, что еще осталось делать, то, знаете, не так много осталось. Там по медицине кое-какие нужно нюансы уточнить. Сейчас идет процесс расширения категорий граждан, которые будут автоматически получать бесплатную медицинскую помощь в обеих странах. И, наверное, да, есть вопрос, который связан с несовпадением законодательства о праве собственности на недвижимость. Есть еще различия в том, что касается взимания и платы за санаторное лечение, за пребывание в гостиницах. Мы эти вопросы ставим перед нашими белорусскими друзьями. Есть соответствующие экспертные контакты. Я думаю, что это все уже мелкие вопросы. Иногда возникают вещи, которые требуют незамедлительного решения, как это произошло с вопросом о признании водительских удостоверений для тех, кто занимается индивидуальной или иной предпринимательской деятельностью. Но 16 июня, буквально через две недели после того, как этот вопрос стал вызывать опасения, было принято постановление союзного кабинета министров в Санкт-Петербурге неделю назад. И он уже этот вопрос полностью снят. Я думаю, что и любые другие нюансы, которые могут возникать, потому что и законодательство все-таки у нас при всей скоординированности развивается достаточно индивидуально, и все эти вопросы будут решаться оперативно, без какого-либо неудобства для наших граждан. Интернет-портал Тудбай, Ульяна Папаэт. Вы уже сказали о том, что Россия и Беларусь согласовывают свои действия в области внешней политики. И в этом году были отменены санкции Евросоюза в отношении Беларуси. И есть, можно наблюдать, некоторые потепления в отношении Беларуси и Евросоюза. В то время как у России, западом никаких потеплений нет, скорее, это похолодание. Вот как Москва реагирует, скажем так, на такие действия союзника? Какова ваша реакция? Ну, если я правильно понимаю, просто для, так сказать, четкости ситуации, не все санкции в отношении Республики Беларусь были отменены, частично, как я понимаю. Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским Союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой стороны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями. Отмечу, кстати, что с нашей стороны не было какого-либо охлаждения к Европейскому Союзу. Мы по-прежнему убеждены, что Россия и Евросоюз, как и Беларусь и Евросоюз, и другие наши с вами соседи с Евросоюзом должны сотрудничать транспарентно, равноправно и откровенно. И мы никогда не ставили перед нашими партнерами на постсоветском пространстве вопрос, вы должны выбирать, с кем вы хотите быть, с Россией или с Западом. Такой вопрос ставили перед странами постсоветского пространства наши западные коллеги и ставили неоднократно, что стоит первый Майдан на Украине 2004 года, когда министры иностранных дел стран Евросоюза публично требовали от Киева сделать выбор, с кем вы хотите быть, с Россией или с Европой. Я считаю, это безобразная, подрывная просто политика, которая до сих пор аукается и украинскому народу, да и многим другим. Не только там она применялась и проводилась. Мы, повторю еще раз, всегда, и можно посмотреть нашу внешнеполитическую концепцию, где сказано, что мы за равноправное, продвинутое, стратегическое партнерство с Европейским Союзом, этот принцип остается в наших доктринальных установках. И как только Евросоюз будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно тупиковую линию, а такие признаки уже проявляются, мы будем готовы вернуться на путь поступательного развития в интересах и наших граждан, и граждан стран Евросоюза. Повторю, целый ряд указаний есть на то, что осознание абсолютной бесперспективности нынешней линии приходит ко многим членам ЕС, которым уже давно не нравится то, что политика в отношении России формирует такое русофобское меньшинство, которое злоупотребляет тем самым принципом солидарности, который в Евросоюзе есть и требует всех солидаризироваться с их экстремистскими, категорически антироссийскими подходами. А вот с подходами тех, кто выступает за разумные отношения с Россией, они не хотят солидаризировать и не хотят ничего посредине искать. Кстати, мы говорили нашим партнерам и на постсоветском пространстве, в том числе партнерам из Республики Беларусь и нашим евросоюзовским коллегам в ходе контактов с ними, что мы бы не хотели, чтобы известная программа «Восточное партнерство» использовалась для того, чтобы ставить так называемые фокусные страны перед ложным выбором. Мы были готовы с самого начала сотрудничать с этим проектом «Восточного партнерства». Предлагали Брюсселю поискать проекты, которые в рамках этой программы будут объединять страны ЕС, страны, которые являются фокусными в рамках «Восточного партнерства» и которые также включали бы в себя участие Российской Федерации. С тех пор мало чего получилось, к сожалению. Но мы не делали из этого трагедии, хотя мы знаем, как кое-кто хочет этот, в принципе, нацеленный на достижение полезных результатов процесс, опять превратить в антироссийскую некую затею. Еще раз подчеркну, у нас не вызывает никакого отторжения, стремлений какой-либо страны сотрудничать с кем бы то ни было в сфере социально-экономического, гуманитарного, культурного развития. И это также закреплено в наших документах, это называется в нашей внешней политике принципом многовекторности. Россия по своему географическому положению не может иначе подходить к выстраиванию своей внешней политики, равно как и Беларусь, учитывая географическое и геополитическое положение вашей страны, имеет полное право, я уверен, даже должна добиваться хороших отношений со всеми своими соседями. То, что к соседям приходит озарение, и они начинают отказываться от своей, опять-таки, санкционной, принудительной позиции в отношениях с Беларусью, это можно только приветствовать. Надеюсь, что делают они это не для того, чтобы опять попытаться оторвать Беларусь от России, а просто потому, что убедились, что любые санкции – это путь в никуда, и ничего хорошего они никогда не приносят, в том числе и тем, кто их заказывает и осуществляет. Светлана Корольская, Общенациональное телевидение Беларуси. Сергей Викторович, соседи из Восточной Европы, часто не оглядываясь на приближение военной инфраструктуры НАТО границам союзного государства, между тем, достаточно нервно реагируют на любые, ну вот, например, плановые совместные учения России и Беларуси. А президент Литвы недавно и вовсе назвала опасностью для Прибалтики соседство с Беларусью и Литвой. Вот на Ваш взгляд, как можно реагировать, как мы должны реагировать на такие заявления, и готовы ли мы к дальнейшему усилению позиций НАТО на нашем западном направлении? Во-первых, стинания и причитания по поводу наших учений с Республикой Беларусь, они не первый год наблюдаются. Сейчас вот у нас готовятся учения Запад-2017, пару лет назад были учения ЩИТ-Союза-2015. Те же самые крики раздавались о том, что вот сейчас российские войска войдут якобы-якобы для проведения учений, потом останутся там навеки и оккупируют Республику Беларусь. Ну, большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более, если речь идет о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском Союзе, слухи о том, что мы якобы готовимся к введению войск в Беларусь под видом учений и сохранению их там на веки вечные, уже были многократно опровергнуты и с российской стороны, и со стороны руководства Республики Беларусь. Наши коллеги из Североатлантического альянса прекрасно знают, что у них есть приглашения на эти учения. Они проводятся транспарентно, так же, как и все предыдущие совместные военные учения между Российской Федерацией, Республикой Беларусь. В Совете России и НАТО была уже презентация неоднократно по поводу тех учений, которые проводятся с участием Российской Федерации и ее союзников и партнеров. Все, что необходимо делать для поддержания нормальной атмосферы в Европе, для укрепления доверия, для недопущения обострения ситуации, недопущения нагнетания каких-то конфронтационных тенденций, мы стараемся делать. Но когда уже мы многократно убедились, что все вот эти вот приготовления, которые сейчас реализуются на практике, когда инфраструктура НАТО приближается к нашим общим границам, когда новые подразделения направляются туда же, причем под лозунгом постоянной ротации, что означает постоянное развертывание во всех практических смыслах. Мы прекрасно понимаем, что предлоги, которые используются для оправдания подобного рода действий, они надуманные, и что не было бы государственного переворота на Украине, после которого мы вынуждены были прийти на защиту тех людей, которые отказались подчиняться путчистам неонацистского толка, все равно было бы что-нибудь придумано, потому что НАТОвские планы никогда не менялись и с разной степенью интенсивности были нацелены на то, чтобы жадно осваивать то геополитическое пространство, которое, как они считают, считали, оказалось бесхозным после распада Советского Союза. Вот эта стратегия, она, к сожалению, к огромному, возобладала над теми, кто предлагал после распада Советского Союза идти не по укреплению Североатлантического Альянса, не по его бесконечному расширению во все стороны, и прежде всего на восток, не по пути углубления разделительных линий в Европе, а по пути все-таки выработки общего подхода, может быть, под крышей ОБСЕ, либо под какой-либо иной универсальной крышей, подхода, который опирался бы на обеспечение равной неделимой безопасности для всех стран Североатлантического региона. Когда Россия несколько лет назад предложила заключить соответствующий договор, чтобы уже в юридически обязывающей форме закрепить то, что торжественно произносили лидеры западного мира о необходимости избегать попыток укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, нам сказали, нет, этот вот политический лозунг пусть остается политическим лозунгом, а юридические гарантии безопасности получат от нас, от Запада только те, кто вступит в НАТО. Откровенно провокационная политика, которая до сих пор сохраняется и которая отражает, знаете, такую натоцентричность в мышлении, это плохо, это не помогает налаживать добрососедство, не помогает укреплять доверие, снимать озабоченность, хотя мы по-прежнему делаем все, что от нас зависит даже в этих условиях. Вот год назад президент Путин поддержал предложение президента Финляндии господина Ниениста о том, чтобы разработать дополнительные меры безопасности в воздушном пространстве в Балтийском регионе, включая решение вопроса о так называемых транспондерах, чтобы все самолеты, включая военные самолеты, летали с включенными транспондерами. Мы внесли год назад, чуть меньше, в июле прошлого года, внесли соответствующее предложение в Совет России и НАТО, не только про транспондеры, кстати, но и про другие меры доверия, транспарентности. И НАТОвцы, которые нас постоянно призывали быть более предсказуемыми, вот до сих пор, уже скоро будет год, до сих пор думают над тем, как отреагировать на эти наши предложения. Вот, пожалуйста, как говорится, это проверка практическими делами тех позиций, которые излагаются публично. А наращивание контингентов и инфраструктуры в Прибалтике и Польше, прежде всего, на бывших советских базах, которые модернизируются, и на новых базах, которые создаются. Переброска контингентов стран НАТО, в том числе и ведущих западных государств, на границе с Российской Федерацией. Понимаете, я все-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в Соединенных Штатах, в Германии, в Великобритании, в других странах Североатлантического альянса. Я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО. Поэтому все то, что происходит, это отражает ту самую линию, которую я упомянул, которая возникла в конце 80-х, начале 90-х годов, осваивать геополитическое пространство, которое оказалось как бы свободным. Вот, собственно говоря, да, ну и разумеется, в нарушении тех заверений, которые давали руководству Советского Союза о том, что не то, что НАТО не будет расширяться на восток. Но и на востоке Германии не будет никаких объектов НАТОвской инфраструктуры. Поэтому нам, я не предлагаю вдаваться в этой связи в какую-то панику, нагнетать конфронтацию, поддаваться на провокации, которые нацелены на то, чтобы нас тянуть в непомерную гонку вооружений. У нас есть достаточно уверенности в том, что и Российская Федерация и Республика Беларусь в рамках объединённой группировки войск обладает всем необходимым, чтобы никакие провокации не подорвали нашу безопасность. Беларусь и Россия, как любые партнёры, имеют в чём-то схожие позиции, а где-то придерживаются разных точек зрения. Есть ли в отношениях между нашими странами действительно какие-то проблемные вопросы, такие серьёзные разногласия? Или это всё рабочие моменты, которые последовательно разрешаются? Нет ни одной пары государств, между которыми на 100% всё было бы абсолютно согласовано раз и навсегда. Во-первых, страны всё-таки обладают суверенитетом. Во-вторых, в любом интеграционном механизме ключом является нахождение баланса между экономическими интересами. И этот баланс, однажды найденный, никогда не остаётся навсегда, потому что жизнь идёт, экономика развивается, появляются новые технологии, меняется конъюнктура, которая влияет на экономику каждого участника международной торговли и международного инвестиционного сотрудничества. Так происходит и в наших отношениях в рамках союзного государства. Но, да, я, кстати, отмечу, что переговорщики, особенно белорусского экономического блока, очень настойчивые, очень аргументированные. Ну и, естественно, наши коллеги тоже стараются им в этом не уступать. И вот когда возникли в последнее время разногласия по поводу отдельных аспектов энергетического сотрудничества, эксперты, да, потратили немало усилий, немало времени, но в итоге подготовили к апрельскому заседанию, к апрельской встрече президентов, подготовили почву для того, чтобы президенты Путина и Лукашенко достигли договорённости, которая сняла вот те вопросы, те шероховатости, которые возникли на данном этапе нашего интеграционного взаимодействия. Я уверен, что будут возникать какие-то вопросы, требующие дополнительного вмешательства и в будущем, и не менее уверен, что их будут регулировать таким же союзническим товарищеским способом с тем, чтобы обеспечить взаимовыгодное решение каждого из них. – Сейчас готовится межправительственное соглашение о взаимном признании ВИЦ. Сергей Викторович, какие сроки его планируются, его подписания, и при этом можем ли говорить о том, что у наших стран общий, можно сказать, союзный взгляд по всему спектру вопросов миграционной политики? – Вырабатывается общий взгляд. Опять-таки, на заседании союзного правительства 16 июня в Петербурге была одобрена программа совместных действий по формированию общего миграционного пространства до 2020 года. И главным инструментом работы на этом направлении будет создана уже достаточно давно межведомственная группа по согласованию миграционной политики. Она возглавляется первыми заместителями министров внутренних дел. И они встречались буквально в апреле и в значительной степени подготовили предложения, которые одобрены были премьерами в рамках программы формирования общего миграционного пространства. Это уже такой важный шаг в создании единых подходов в этом непростом вопросе, учитывая, что у нас нет пока полного совпадения перечни стран, с которыми мы имеем тот или иной визовый режим. Безвизовый, облегченный визовый – это раз. Соглашение о едином визовом пространстве, оно также у нас имеется в планах. И первым шагом на этом пути является договоренность, с которой мы хотим согласовать, о взаимном признании виз. Это будет, наверное, требовать каких-то профессиональных, технических, экспертных консультаций, которые мы сейчас начинаем. Но по достижению договоренности мы очень серьезно продвинемся и к формированию не только единого миграционного, но и единого визового пространства. Вы уже сказали про невведение российских войск в Беларусь. Вот я еще хочу уточнить. Одно время обсуждалась российская база в Беларуси, создание российской базы, авиабазы в Беларуси. И этот вопрос больше не поднимается, не обсуждается. И не поднимается ли вопрос вообще о каком-либо военном присутствии России в Беларуси? Ну, я не слышал, чтобы вопрос о военной базе поднимался в последнее время. Мы приняли к сведению решение президента Республики Беларусь, который абсолютно в рамках своих полномочий, своей компетенции это решение и принял. Мы к нему относимся с полным уважением. О каком-то присутствии российских войск на территории Беларуси за пределами согласия беларусского руководства. Но, я думаю, никто и не помышляет. Еще раз подчеркну, что военные учения, которые регулярно проводятся на территории Республики Беларусь с участием контингентов вооруженных сил Российской Федерации, являются результатом согласованных решений, которые приняли главы государств. Решений, которые осуществляются на транспарентной основе в полном соответствии с обязательствами в рамках союзного государства. В настоящий момент Беларусь и Россия активно включились в работу над проектом нового шелкового пути. Однако есть скептики, которые видят в этом некую угрозу, некую опасность такого мягкого захвата наших рынков. На ваш взгляд, в чем перспективность этого проекта и что это может дать Беларусь и России в общем Евразийском экономическом союзе? Сейчас, понимаете, современная ситуация в мировой экономике, во-первых, она не очень устойчива, не очень предсказуема, как принято говорить, волатильна. И все больше и больше количество стран понимают, что нужно искать устойчивости, прежде всего, через наращивание интеграционных процессов. И создание Евразийского экономического союза при активной инициативной роли наших стран является отражением этих тенденций. Одновременно, кстати, упомянув в скобках, что есть и в рамках Содружества независимых государств интеграционные процессы, в частности, там функционирует зона свободной торговли для товаров. Сейчас экспертные консультации идут с тем, чтобы распространить эту зону свободной торговли на сферу услуг. Так что не только в Евразес, но и в более широком географическом формате эти процессы на нашем общем пространстве развиваются. Одновременно, как вы помните, при создании Евразийского экономического союза был декларирован главами государств, его открытый характер и готовность к сотрудничеству в самых разных общеприемлемых формах с другими странами. Замечу, что сейчас около 50 стран уже проявляют интерес к установлению тех или иных отношений с Евразийским экономическим союзом. Многие из них хотели бы договариваться о создании зоны свободной торговли. Первый такой договор о создании зоны свободной торговли был заключен с Вьетнамом, идут переговоры с целым рядом других стран Юго-Восточной Азии, а также начинаются консультации из их организации ОСИАН, о чем говорилось в мае прошлого года, когда состоялся в Сочи саммит Российской Федерации и стран Ассоциаций Юго-Восточной Азии. Наша открытость, нашу, я имею в виду, общую позицию стран-членов Евразийского экономического союза предполагает установление связей с нашими соседями, соседями нашего интеграционного объединения, одним из которых, и, может быть, крупнейшим из которых является Китайская Народная Республика, которая примерно в те же годы, когда начинались переговоры о Евразес, стала продвигать инициативы создания экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути, которые в итоге оформились в концепцию так называемого одного пояса, одного пути. И в мае этого года в Пекине состоялся очень представительный, с участием порядка 50 руководителей различных стран и организаций, форум, где обсуждались возможности развития этой концепции. Она действительно предполагает продвижение транспортных, логистических маршрутов экономического взаимодействия на огромном пространстве всего Евразийского континента. Я не думаю, что этого следует опасаться. Наши действия в рамках Евразес, во-первых, уже пару лет назад руководство Евразийского экономического союза, главы государств, одобрили линию на то, чтобы мы старались гармонизировать свои интеграционные планы и планы, которые продвигает в рамках упомянутой концепции Китайская Народная Республика. Во-вторых, наши руководители и руководитель Китая согласились работать над тем, что условно называется Большой Евразийский проект, который включал бы в себя и Евразес, и Китайскую Народную Республику, и Шанхайскую Организацию Сотрудничества, которая со вступлением в нее Индии и Пакистана обрела очень мощный дополнительный экономический вес, и помимо этих перечисленных мной организаций, еще и ОСЕАН, страны ОСЕАН тоже высказали свою заинтересованность. Если мы посмотрим на географические параметры вот этого вырисовывающегося взаимодействия, то станет ясно, что, как говорит, сам Бог велел и посмотреть на Запад, где развиваются интеграционные процессы в Европейском Союзе, которые сейчас переживают непростой период, Brexit и ряд других скептических настроений высказывается. Мы бы очень были заинтересованы в том, чтобы эти сложности были преодолены. Евросоюз, несмотря на то, что у нас резко сократился товарооборот, по-прежнему остается главным нашим внешнеэкономическим партнером. А, кстати, Республика Беларусь наш первый партнер по товарообороту в СНГ и четвертый, если брать весь спектр наших торговых партнеров во всем мире. Поэтому я убежден, что, учитывая достаточно активную работу на пространстве к востоку от Европейского Союза по продвижению интеграционных процессов в Евросоюзе, не могут не понимать, что они только выиграют от того, чтобы найти взаимовыгодные пути подключиться к этой работе. И тогда, я надеюсь, что это именно когда, а не если, когда это произойдет, будет воплощаться в жизнь то самое видение, которое еще Шарль Деголь сформулировал, когда говорил о единой Европе от Атлантики до Урала. Сейчас мы уже говорим от Лиссабона до Владивостока, единое или общее экономическое и гуманитарное пространство с опорой на равную и неделимую безопасность. Поэтому опасаться этого не следует. Никто не собирается, по крайней мере, в рамках тех структур, в которых мы работаем, и Еврозес, и Шосс, и диалог с Китаем, и с ОСЕАН. Никто не собирается никому ничего навязывать. Все решения будут приниматься на основе баланса интересов. И Беларусь, как страна, которая лежит, я бы сказал, на стыке тех процессов, которые развиваются между Еврозес и его восточными соседями, и тех процессов, которые происходят в Евросоюзе, по-моему, обладает очень хорошими возможностями вписаться, органично вписаться в современные тенденции. Сергей Викторович, в последнее время активизировались разговоры, что минские соглашения по Украине себя исчерпали, и необходимо переходить к другому формату, в том числе с участием Соединенных Штатов Америки. Ваше мнение по этому поводу? Я не слышал серьезных разговоров о том, что минские соглашения себя исчерпали. Несерьезных их много. В основном они слышатся из Киева, практически с того самого момента, когда минские договоренности были подписаны, украинские руководители стали искать какие-то предлоги, чтобы их не выполнять. То вбрасывалась и очень долго муссировалась идея обращения в ООН, тем самым как бы внося сумятицу в ту схему, которая предполагала опору на ОБСЕ. Потом стали говорить о необходимости каких-то вооруженных полицейских со стороны Евросоюза. Потом о необходимости вооруженной миротворческой миссии по линии организации объединенных наций и так далее и тому подобное. И сейчас мы, тем не менее, слышали из уст президента Порошенко, что минские договоренности должны выполняться полностью. Но это фраза. А потом в разных форматах, по разным каналам украинские коллеги расшифровывают это. А расшифровка уже выглядит так. Да, минские договоренности должны выполняться, но не в той последовательности, которая там записана. Сначала мы, украинская власть, должны получить полный контроль над всем Донбассом, а потом мы выполним свои обязательства по проведению выборов и отражению какого-то статуса этого региона в Конституции. Это противоправно, потому что минские договоренности были утверждены Советом безопасности ООН. И они предполагают решение всех вопросов политических реформ, амнистия, закон об особым статусе Донбасса, закрепленные в Конституции на постоянной основе и проведении выборов под контролем ОБСЕ, прежде чем Киев установит полный контроль над этим регионом. Потому что без этих политических реформ невозможно гарантировать безопасность тех людей, которые сейчас руководят отдельными районами Донецкой и Луганской областей и которые возглавили протест против незаконного государственного переворота, осуществленного прежде всего с помощью неонацистских элементов. И то, что происходит с противниками присутствия и доминирования в действиях киевской власти радикалов, я имею в виду и Одессу, имею в виду и многие другие инциденты, которые до сих пор не расследованы, заставляют всерьез усомниться в том, что киевские власти будут способны обеспечить безопасность этих людей. Поэтому гарантии в виде особого статуса, в виде амнистии, в виде выборов, которые должны действительно отражать волю проживающих на этих территориях людей, они абсолютно неизбежны, неотъемлемы. И именно они закреплены в минских договоренностях как условия восстановления полного контроля киевских властей над всем этим регионом. А нужен ли какой-то здесь другой формат? Или нужно выполнять исключительно минские ситуации? Мы еще на стадии обамовской администрации, когда эти вопросы нам задавали, мы отвечали, что если наши европейские партнеры, которые вместе с нами помогают продвигать нормандский формат как средство внешнего содействия в выполнении минских договоренностей, на это готовы, мы будем не против подключения американских коллег. Но тогда было сочтено целесообразным сотрудничать с американцами в дополнение к нормандскому формату, а не внутри этого механизма, как вы знаете, был двусторонний канал США-России на уровне представителей Госдепартамента и администрации президента Российской Федерации. Такие же двусторонние каналы у американцев существовали и с Берлином, и с Парижем, и с Киевом. И вот в нынешней ситуации мы, когда здесь у нас был Рекс Тиллерсон в апреле, когда я был в Вашингтоне, встречался с Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном в мае этого года, мы при обсуждении украинского кризиса подтвердили нашу готовность возобновить вот этот двусторонний канал. Если администрация Дональда Трампа сочет это целесообразно, мы считали, это было бы полезным, но пока вот каких-то конкретных откликов на эту нашу заинтересованность мы не получили.